Hello, друзья! Как дела? Давно мы с вами не общались. Мне очень понравилось предыдущее видео о распаковке. Мне понравился ваш фидбэк в плане того, что... Мне понравилось, что вы со мной общаетесь, поэтому вы знаете, что мне очень важно общение. Это одна из тех причин, почему у меня есть канал, мне важно общение. Так вот, мне очень понравилось с вами общение, мне понравилось, что были и позитивные, и негативные отзывы. Это значит, что у всех мнения разные, это значит, что нам всем нравится что-то разное. Как вы поняли, сегодня будет очертная распаковка. Посмотрим, как я это сделаю. Как-то одиночный продукт или несколько разных посылок. В общем, будем смотреть по ходу дела, как мне захочется. Вот, в общем, короче, давайте о нашем. Я получила посылку, громаднейшую посылку. Там одна вещь. Как вы думаете, что это? Давайте. Остановите это видео и пишите в комментариях, как вы думаете, что я такое заказала. Вот. Ну да. Я ждала целый день и не открывала, чтобы вместе с вами ее открыть. Так, давайте смотреть. Я заказывала посылку, в общем, с ebay. Я не покупала на ebay, я не знаю, сколько лет. Я не знаю, просто миллион-миллион лет. Упаковано все, как вы видите. И там есть что-то такое. Еее, ку-ку. Я думаю, что вы уже догадали, что я заказала. Хотя, наверное, вы и по имени видео догадали, что я заказала. Ой, как я это хотела. Вот она, красотка, которую я заказала. Ой-ой-ой. Какая ты хорошая. Это рюкзак. Это маленький рюкзачок. Я очень-очень давно хотела еще один рюкзак. На самом деле, я хочу и еще один. Ну, в общем, я в этот раз решила, что я хочу какой-то кожаный рюкзак. Мини-рюкзак, потому что у меня обычно очень-очень болит спина. Я не люблю таскать большие рюкзаки. Мне не нужно с собой целый дом. Мне нужно с собой только самое необходимое. И, в общем, мой выбор пал на... Я хотела черный рюкзак. То есть, такой рюкзак, который будет больше все-таки... Наверное, рюкзаки я больше люблю темных цветов, а не светлые. Потому что рюкзаки достаточно быстро пачкаются. Рюкзаки — это не сумка. И, в общем, я хотела именно этот рюкзак. В Израиле он не продается, поэтому я его заказывала за границей. В Израиле продается его большой вариант, куда влезает компьютер. Но я хотела именно мини-вариант. Сам рюкзачок сделан из кожи. Кожа, видите, вот такая вот текстурированная кожа. И тогда она как бы меньше будет царапаться. Есть вот одно большое отделение. Сзади... Так, как одной рукой? Показать. Есть кармашек на молнии. И спереди сумки, внутри есть два кармашка. Куда... Так, кармашки. Куда можно засунуть телефоны, я так предполагаю. Телефоны или разные там вещи. Ну, в общем, два кармашка таких. А сама сумка, по-моему, что-то там 20 на 20 сантиметров, примерных размеров. Здесь есть тоже кармашек, который идет полностью на молнии. И здесь есть замочек. Замочек, он без ключика. Он просто вот так вот его тянешь. Он открывается. И это отодвигается. Ох, одна рука очень сложная. И большой достаточно карман. Сюда вполне можно положить то, что вам необходимо, что было спереди для того, чтобы не лезть в саму сумку. Он называется Forla Piper S. С, то есть маленький Piper. Есть Piper M, а это Piper S. Piper как... Вот закрыл. Здрасте, еще раз. Так вот, я его уже одела. Я не знаю, как его показать, если честно. Как его показать тогда? Я тебе вот так попробую. Ну, вот как-то так, что ли. Он очень удобный. Мне нравится, что его лямки выходят именно с середины. Таким образом, они как бы когда по бокам, да, то есть вот здесь вот они не падают. Они держатся хорошо. Ну, вот. В общем, я не знаю, как его показывать, но, по-моему, ничего не видно. Ну, здесь, как вы видите, кстати, можно регулировать. На данный момент я еще ничего не регулировала. Он стоит на предпоследний. А мне будет удобно или на предпоследний, или на последний. Посмотрим. Со временем посмотрим. По-моему, он очень крутой. Ой, я так его хотела. Я его очень долго искала, ребята. Я бы на ebay, наверное, его не заказывала. Но на ebay можно было поставить ставки. Я три ставки ставила. В конце концов, я купила самую дешевую ставку, которую предложил мне этот продавец. Но, честно скажу, мне пришлось за него заплатить налоги, потому что продавец в Италии посылал его DHL Express. Дошло буквально за три дня, но налоги были высокие. Астральские налоги были высокие. Ну, в общем, такой рюкзачок. Я очень довольна. Я очень люблю такие маленькие рюкзачки, потому что с детьми вообще это самое-самое. Друзья, привет. У меня пришла очередная посылочка. Я хочу с вами поделиться. Я убежала от всех. У нас гости. Я убежала от всех. Мы как раз вернулись с бассейна. А вы видите, я в таком бассейнском наряде. И я хочу вам показать, что я еще успела ухватить по скидкам конец сезона шуфли. Та скидка, про которую я вам рассказывала в прошлом видео, 50-40 закончилась. Она была буквально неделю. И сейчас все, что осталось, они вытащили на другие разные скидки. Есть скидки, которые более выгодные. Есть скидки, которые менее выгодные. В этот раз у нас одна коробочка. Посмотрим, подойдет мне или нет. У меня опять же смущение, поскольку моя нога широкая. И очень много что во мне не подходит. Но максимум я верну, как я это делаю в 85% из случаев. Я просто возвращаю, если мне не подходит. В этот раз я заказала марку Шутс. Давайте смотреть. У них тоже есть такой кулечек. Сделан из такого, как в иголке сделаны. Знаете, такие материалы. Такой, как футболка. Вот такие вот золотые. Ну вот, я заказала себе на самом деле самые простые такие сандалеты. Некожные. И сейчас мы их будем мерить на моей ноге. Вообще я не уверена, что золото мне подходит. Но мне хотелось таких простых сандаликов. Вот эту штуку. Я подумала, что если я не хочу завязывать, я их просто отрежу. Потому что я не очень люблю вокруг ноги. В общем, посмотрим. Посмотрим. Сейчас одену. Ну что, дорогие ребята. На этом мы закончим это видео. Это уже упаковка. Моя нога туда не влезает. И нету смысла даже пихать. Поэтому это идет на обозрак. Я с ними прощаюсь. А с вами встретимся на следующей распаковке. Друзья, привет. Я на работе. Но у меня есть посылочка. Я поменяла... Помните, я показала прошлое видео распаковки, где я получила две пары сандалей. Одну из них я поменяла, вторую. И я поменяла, что другую. Что-то, что совсем мне не характерно. Вот. И я получила новую. Давайте вместе откроем. Мне вообще не терпится открыть. Поэтому открываю на работе в тишине. Опять же, заказала эту марку. AS98. Как раз то, что я из тех двух пар оставила, тоже была эта марка. Это были те первые. И вот то, что у нас мы получили сейчас. О, боже. Готовьтесь, готовьтесь, ребята. Па-бам. О, боже. Это совсем не я, но я решила попробовать. Это смешно. Это очень смешно. Тут идет такой браслет. Вау. С этими нитами, нитами, нитами. Как это правильно говорится? Я даже не знаю, как это правильно говорится. Ну, в общем, я решила попробовать. Вау. Я даже не смогла их померить. У меня здесь нету зеркала. Просто дома ждать. Это такой браслет на новый, который снимается. Ну да. Все очень печально. К сожалению, моя нога не влезла. И это моя худая нога. Видите? Не влезла. Так что все очень печально. И это идет назад. Но это, конечно, настолько не характерно мне. Поэтому, наверное, я зря это заказывала. Ну вот, видите, какие у меня фейл, фейл, фейл. Неудачные покупки. Доброе утро, друзья. Я уже на работе. И у нас очередная распаковочка. Та-дам! Мне пришла посылка с Шанибар. Я заказала две пары обуви. После двух неудачных пар, которые у меня были до этого, я решила, что мне все-таки нужно что-то любимое заказать. Давайте смотреть. Хочу еще сказать пару вещей. Когда я заказывала, это было по скидке 35%. Плюс у меня был код-купон 50А шекели. То есть мне выходило, в принципе, достаточно неплохо. Сейчас все по 50 у них. Плюс еще 5, по-моему, для членов, кто подписан на их сайт. Но нету размеров. Поэтому иногда нужно заказывать по менее... Меньше скидки для того, чтобы были размерами. Может быть, что-то вернется. Может быть, нет. Потому что уже конец сезона, сентябрь. Я не думаю, что они уже будут летние выпускать. Так, открываем. Сейчас буду шуршать. На телефоне всегда шуршение звучит в 100 раз сильнее, на самом деле. Е-е-е-е! Я купила свои любимые мне. У меня есть такие розовые, которые убитые. Которые я просто хочу уже выкинуть в мусорник. И я решила обновить. Я не хотела обновлять в этом году. Но решила все-таки, что я обновлю, чтобы в следующий год начать с чем... Ну, как бы не искать обувь, чтобы у меня была обувь. Вот. Вот так они выглядят красиво новые. Это абсолютно те, как мои черные, как мои розовые. Розовые просто... Проблема в том, что они становятся очень быстро грязными. Мне это не нравится. Так-то ведь... Вот так покажу. Цвет их. Цвет у них такой светло-бежевый. Подойдет под это все абсолютно. Классный. Я сейчас подумаю, получится у меня сейчас примерьте или дома вам уже примерю. Но очень классные. Их очень люблю. Так, это эксперимент. Скажу сразу. Такой обуви у меня нету. Потому что нога моя широкая. И такая обувь обычно на меня не налезает. Поэтому это эксперимент. Тот же цвет. Хотела светлые цвета. Это мули. А, та же кожа, но немножко по-другому сделана, видите. Я позвонила в... Как бы в магазин и спросила, если они подойдут на широкую ногу. Мне сказали, что, в принципе, они похожи на мио. И они должны подойти на широкую ногу. Выглядит очень красиво. У них кожа как бы изнутри. Мне самое важное, чтобы вот эта прокладка была кожаной. Иначе у меня нога скалит, я не могу ходить. Ну да. Это очень летняя обувь. Это очень летняя такая, как сказать, теплых стран. Я даже не знаю, если в каких-то холодных странах такая обувь будет актуальна. Потому что это очень израильская обувь. И качество это очень израильское. Такое, не самое-самое. Ну, на тройку с плюсом. Вот. Ну, давайте я их померю. Прямо мне не терпится их померить. Ну что? Мои ноги черные после моих сандалий. Будем мерить. Метры. Выглядят такими маленькими, что они влезут. Влезли отлично. Хотя ноги выглядят пухлыми. Так, немножко растянутся. Ну да. Размерчик можно было и 39 взять. Однако. Друзья, привет. Ну что? Настану тот момент, который я хочу вам показать. Я, наконец, дошла до дома. Прошло уже 100 миллионов дней с того последнего момента, как я в своем офисе снимала вам и показывала вам, что я получила. И я вам просто хочу сегодня дома немножко показать, как выглядели от обуви. Я уже, конечно, открыла. Не ждала, как бы, на камеру открыть. Открыла. Размер одних я оставила 38. Размер вторых я поменяла с 38 на 39. И я не могла бы быть этому более рада. Потому что 39, ну просто супер. Сейчас покажу. Всем привет еще раз. Ну вот, смотрите. В общем, это мули, которые я поменял с 38 на 39 размер. Можно видеть, что они мне как раз. Это было самое первое, самое правильное решение, что я их поменяла. Они очень классные. Я просто очень ими довольна. Это то, что я хотела. Я в них уже ходила. Они кожаные, они классные, они комфортные. Единственное, что... То есть они комфортные в плане внутри себя. Потому что они кожа. И у меня нога не скользит, и ничего. Единственное, что они достаточно, да, высоко открыты. То есть нога будет хлюпать, как сказать, ну шлепать достаточно сильно. Вот. Поэтому в этом плане есть дискомфорт. Но это мули. И поэтому, наверное, мули с собой... Сами с собой это, наверное, подразумевают. Вот. Но как их, как сказать, внешний вид. Они, конечно, крутые. Они мне очень нравятся. И я вам расскажу про секрет. Потом уже распаковывать не буду. Я такие же черные заказала. У них эти светлые, если черные, я уже решила. Ну что? Что ж уж тут крови душой. Заказала. Вот. Они, в принципе, сделаны из одной кожи. Но видите, немножко по-другому. Здесь более такая, как змеиная кожа. А здесь более полосочки. Эти 38-й. Давайте вот мы их так переоденем. В принципе, вы их уже сто раз видели. Можно закрыть только. Разницу между ними. А кому из вас интересно. Вот. Ну как-то так. И те, и те классные, но разные. Это 38-й размер комфортный. Мой 39-й был бы большой. Ну вот. Как-то так. Значит, это мы подвинем. Ну, в общем, что я вам хочу сказать. Хочу вам сказать, что на следующее лето я готова. Теперь хочу только... Я все равно, наверное, хочу какие-то сандали более светлые. Такие белые. Может быть. Не знаю. Посмотрим. И хочу коричневые сандалии. Ну, в общем, нет предела. Хочучек. Хочучки есть все время. Надеюсь, вам была интересна такая распаковка. Она была очень длинная и не особо удачная. Но, в конце концов, половину того, что я получила, я была довольна. Очень интересно будет послушать ваше мнение. И мы с вами увидимся в следующей распаковке. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok